Приветствую вас. Давайте для начала обратим внимание на некоторые моменты, которые мне кажутся важными и которые мне представляются здесь оптимальными. Вы пишете, что вам нужен совет и работа с психологом. Психологи не дают советов. Это первое. Я 7 лет люблю человека, мы довольно близкие друзья. Как проявляется ваша любовь, помимо того, что вы писали о своих чувствах? Это первое. Это второе. Третье. 7 лет любовь, конечно быть может, может быть 7 лет любовь, но опять же очень важно понимать, как именно ваша любовь проявляется, что она, что вы понимаете под любовью. Если под любовью понимается то, что вы хотите быть с ним, то здесь, как и сказала моя коллега, Тамара имеет место быть любовь невротическая. То есть это по сути любовь к себе, но через другого человека. То есть о том, что вы чувствуете с ним лезть, тоже нужно разговаривать и это разбирать. Далее. Мы довольно близкие друзья, пишите вы. Вы не друзья Александра. Это то, в чем вы себя обманываете. То есть друзья друг друга не любят, по крайней мере тем чувствам, которым вы любите человека. Далее. Я часто писал о своих чувствах. Кому вы писали о своих чувствах и, собственно, как это. Ну, тоже нужно исследовать. Так, что мой любимый знает об этом. Непонятно, почему так, что мой любимый в скобочках вы написали, но он не ваш. То есть любимый как бы это как-то слабо коррелирует с тем, что вы, значит, так, что вы были в отношениях. Но эту тему мы не поднимаем. Почему? Он делает вид, что ничего не происходит. Ну, опять же, то вам так видится, что он делает вид, что ничего не происходит, а то, что он в разводе, то, что вы были в отношениях, ну, вот это вот все вместе, я полагаю, дает ему возможность думать, что у вас к нему нет ничего серьезного, да, несмотря на то, что вы писали ему о своих чувствах. Я была в отношениях, в отношениях пишите вы. Зачем? Я думал, что смогу полюбить, не вышло. Он в разводе. Я думал, что смогу полюбить, опять же, для чего? Он в разводе. Как давно? Он в разводе до того, как вы были в отношениях или уже после. Стоит ли говорить о своих чувствах? Что бы что, Александр? Вот что бы что? Просто выразить свои чувства? Просто выразить свои чувства без какого-либо ожидания от чего-либо от него? Можно? Можно? Если вы чего-то ждете от него, если вы вот сами себе честно признаете в том, что вы будете от него чего-то ждать, то нет, в таком случае лучше не стоит. Дальше. Так. Забыть пыталась, не получилось. Что именно вы пытались забыть и как? Так. Просто дружить нет больших сил. Из-за чего? Почему жить так больше не могу? Опять же, в чем причина? Отлично, ничем не выходит. Ни спортом, ни залом. Залом какой? Работа, деньги не в радость. Ну, я так полагаю, Александр, если у вас нет, из-за своего собственного смысла, я так полагаю, что у вас проблемы с пониманием своей жизненной цели глобальной, и поэтому вас ничего не радует. И отсюда столь многое уделение внимания людям и отношениям. Вот. То есть, может быть, имеет смысл поискать смысл жизни? Простите за тавтологию. Может быть, имеет смысл сперва обрести себя, обрести себя, наметить цели и уже потом, после этого, посмотреть, что для вас значит человек. Я не знаю, как выйти из этой ситуации. Опять же, что быть что, надоело обманывать себя. Ну, это здорово, что вы пришли к тому, что себя обманывать хватит. Второй шаг будет действительно обращением к психологу, наверное, за полноценную консультацию, за анализом вашей истории жизни, за анализом ваших отношений с мужчиной, вот, как вы стали близкими друзьями, когда у вас появились к нему чувства, вот это всё. Вот. И, собственно, работа с вашими страхами, которые у вас есть, очевидно, с вашей неуверенностью в себе и жизненным смыслом. Я полагаю, так. Потому что, Александр, ну, поймите правильно, как вы хотите, чтобы вы вам дали совет, стоит ли говорить о своих чувствах, да, исходя из такого небольшого количества информации о вас. То есть, вы, по сути, хотите переложить ответственность за своё решение на нас, с себя. Ну, и кто будет рад для вас счастлив? Вы не будете счастливы, потому что не вы приняли подобное решение. Мы наручим профессиональную этику, если посоветуем вам. А что будет, если вам скажут, что не стоит, вот, если я, например, скажу, что не стоит говорить о своих чувствах, что тогда? Вы поверите? Сейчас вы просто скажите, а, не стоит, а, хорошо. А другой психолог скажет, что стоит и что вы сделаете. Как бы, нужно расставить приоритеты, нужно понять, что для вас важно, нужно понять, что вы хотите на самом деле. И выработать стратегию реализации этого. И там, на определённом месте, будут стоять ваши чувства к мужчине. Тогда уже вам будет видно, говорить о них или нет, выражать их или нет, и как это сделать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные вопросы остались, если пишите, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали.